Кара Хантер Пролог Она открывает глаза. Темно, как будто на них повязка. Затхлым и сырым воздухом давно никто не дышал. Просыпаются и другие ощущения. Она чувствует тишину и холод. К запаху плесени примешивается какое-то животное зловоние. Пальцы нащупывают мокрый гравий под тканью джинсов. Теперь она начинает вспоминать, как попала сюда, и что случилось. Как можно было так сглупить? Сдерживая панику, она пытается привстать, но ничего не выходит. Глубокий вдох, и она кричит. Ее вопли эхом отражаются от стен. Кричит и кричит, пока не срывается голос. Никто не услышит. Никто не придет на помощь. Она снова закрывает глаза. По лицу от злости текут горячие слезы. Неподвижное тело переполняет гнев. А вскоре она в ужасе понимает, что ее кожи коснулись чьи-то острые, маленькие лапки. Кажется, кто-то писал, что апрель – жесточайший месяц. Не знаю, кто именно, но этот человек точно не был детективом. Я-то знаю, что жестокость может произойти в любое время года. Насмотрелся. Просто холод и мрак немного притупляют восприятие, а вот солнце, голубое небо и пение птиц создают контраст. Смерть и надежда. Эта история начинается с надежды. Начинается она 1 мая, в первый день весны. Настоящей весны. Если вы бывали в Оксфорде, то знаете, что здесь нет золотой середины. Во время дождя каменные строения приобретают цвет мочи. Но в лучах солнца старинные колледжи кажутся сотканными из облаков, и, глядя на них, думаешь, что нет места прекрасней на земле. А я лишь старый циничный коп. Вернемся к первомайскому утру, когда город предстает во всей своей оригинальности и непокорности. Трудно понять, какой он. То ли языческий, то ли христианский. Такой вот безумный городок. С озаренной светом верхушки башни доносится хор певчих. Уличные музыканты окружили круглосуточный фургон с бургерами. Пабы открываются в 6 утра, а половину студентов еще не отошли с прошлой ночи. На улицы с цветами выходят даже трезвые жители Северного Оксфорда. Я не шучу. В прошлом году собралось 25 тысяч человек. Один парень нарядился деревом. Представили? В общем, серьезный день для полиции. Впрочем, если и выбирать праздник для дежурства, так уж лучше этот. Да, предстоит убийстве на ранний подъем. Зато все проходит тихо, и нас активно угощают кофе и сэндвичами с беконом. По крайней мере, раньше, когда я еще ходил в форме, точно угощали. Теперь-то я детектив, занимаюсь уголовными делами. К тому же в этом году все иначе. В этом году убийственным оказался не только ранний подъем. Марк Секстон появляется у дома с часовым опозданием. В такой утренний час он должен был добраться быстро, но пробки на трассе М40 растянулись до самой Банбери Роуд. Когда поворачивает на Фрэмптон Роуд, то видит, что подъездную дорожку перекрыл строительный грузовик. Выругавшись, Секстон резко сдает назад визжа шинами. Распахивает дверь Каена и выходит из автомобиля, едва не наступив в лужу рвоты на асфальте. Марк с отвращением смотрит на нее, проверяя, не испачкал ли туфли. Да что сегодня творится в этом гребаном городе? Он закрывает машину и широким шагом направляется к дому, нащупывая в кармане ключи. Ну, хоть леса убрали и то хорошо. Продажа заняла больше времени, чем ожидал Марк. Но к Рождеству, если повезет, все уже утрясется. На аукционе он упустил отличный дом на Вудсток Роуд, так что пришлось повысить ставку и купить этот. Ничего. Как только работы будут окончены, местечко превратится в настоящую, черт возьми, золотую жилу. Пусть на рынке недвижимости и наблюдается застой, в этом городе цены никогда не падают, благодаря богатым китайцам и русским. Всего час езды до Лондона, а еще поблизости престижная частная школа для мальчиков. Жене Марка не нравились дома с двумя собственниками, но он сказал ей, ты только посмотри на эту хренову громадину. Настоящая викторианская постройка, четыре этажа и подвал, который он собирается переоборудовать под новомодный винный погреб и домашний кинотеатр. Об этом Секстон жене еще не сообщал. За общей стеной живет какой-то старый придурок, не станет же он закатывать вечеринки по ночам, правда? Сад у него, конечно, слегка запущен, хотя в крайнем случае можно поставить шпалеры. Ландшафтный архитектор упоминал что-то про деревья с переплетенными ветвями. Тысяча фунтов за штуку. Зато сразу получается живая изгородь. Только проблему с парадным входом таким способом не решишь, мысленно добавил Марк, глядя на ржавеющий форт картина, подпертый кирпичами, и три велосипеда, пристегнутых цепью к дереву у дома номер 33. Рядом со всем этим добром красовалась стопка гниющих поддонов и черные мусорные мешки, из которых на тротуар сыпались пустые банки из-под пива. С прошлого приезда Марка ничего не изменилось, а был он здесь две недели назад. Оставил старому пердуну записку, попросив все убрать, однако, как видно, не подействовало. Открывается дверь, из дома выходит Тим Найт, архитектор со свертком растений в руке. Он широко улыбается заказчику и зовет за собой. Мистер Секстон, рад снова видеть вас. Мы серьезно продвинулись? Думаю, вы будете довольны. Вот уж надеюсь, с иронией говорит Марк. Начался этот денек просто отвратительно. Посмотрим сперва наверху. Они поднимаются по лестнице, стуча подошвами по зашкуренному дереву. Громко играет радио. Почти в каждой комнате чем-то заняты рабочие. Штукатуры на четвертом этаже. Сантехник в ванной, прилегающей к спальне. Реставратор трудится над рамами. Некоторые из рабочих поглядывают на Секстона, но он отводит глаза. Достает планшет, спрашивает строителей о ходе работы, вносит комментарии по каждому специалисту. Осмотр завершают в задней части дома, где вместо снесенной кирпичной пристройки с навесом возводится просторная терраса из стекла и металла. Среди деревьев в дальнем конце сада проступает Кресен-сквер во всей своей георгианской изысканности. Жаль, что Секстон не смог позволить себе один из тех домов, хотя жаловаться не стоит. С момента покупки этого местечка цены на недвижимость поднялись на 5%. Марк расспрашивает архитектора о планировке кухни. «Черт, я плачу 60 штук, а мне даже долбанную посудомойку не поставят!» Потом оборачивается и смотрит на дверь, ведущую в подвал. «Да, я как раз собирался сказать», — понял его намек Найт. «С погребом вышла заминка». «Какая еще заминка?» — спрашивает Секстон, прищурив глаза. «Вчера звонил Тревор. Возможно, нам потребуется официальное разрешение от соседа, так как работы затронут общую стену». «Твою мать!» «Не хватало еще вмешивать сюда гребаных юристов!» — скривившись, говорит Марк. «Так в чем проблема?» «Ребята начали снимать штукатурку, чтобы проложить новые кабели. И обнаружили, что состояние кирпичной кладки местами весьма плачевное. Похоже, миссис Пардью давненько туда не спускалась». «Тупая старуха!» — бормочет Секстон. Найт не обращает внимания на его комментарий. Дельца очень выгодная. «Так вот, боюсь, один из молодых рабочих не сразу понял, с чем имеет дело. Но не волнуйтесь, завтра мы позовем инженера-проектировщика». Не дожидаясь, пока Найт закончит, Секстон идет в подвал. «Я сам, черт возьми, посмотрю». Над лестницей горит тусклая лампочка. Внизу все провоняло плесенью. «Осторожнее!» — предупреждает Найт. «Порошки не очень надежные. Тут шею можно сломать, если оступиться в темноте». «Фонарик есть. Ни хрена не видно». Найт подается к Секстону фонарик. Включив его, Марк сразу понимает, в чем проблема. Кирпичи под краской с остатками старой желтой штукатурки покрыты сухой сероватой плесенью и осыпаются. От пола до потолка зияет трещина шириной с палец. Трещина, которой раньше тут не было. Господи, нам что теперь переделывать весь фундамент? Как оценщик мог такое упустить? «У миссис Пардию стояли полки вдоль всей стены», — извиняющимся тоном отвечает Найт. «За ними разглядеть не получилось». «И что самое главное, почему никто не следил за мелким идиотом, который разобрал на куски мою сраную стену?» Секстон берет с пола какой-то инструмент и начинает ковырять кирпичи. Архитектор подходит ближе. «Слушайте, лучше не...» Из стены вываливается кирпич. За ним другой, и в итоге целый пласт кладки падает, обдавая пылью туфли Марка. На обувь он не обращает внимания, потому что с открытым ртом смотрит на дыру шириной сантиметров пять. И в полумраке за этой дырой в стене видит лицо. В полицейском участке Сент-Олдейт детектив-сержант Гаррет Куин, недавно получивший повышение, пьет вторую чашку кофе и ест третий по счету тост, перекинув дорогой галстук через плечо, чтобы на него не попали крошки. Подстать галстуку и недешевый костюм. Всем своим видом Куин показывает, что слишком умен и элегантен для обычного копа. Офис департамента уголовного розыска наполовину пуст. Из всей команды на работу пока что приехали только Крис Гислингхэм и Веретти Эверетт. Серьезного дела сейчас нет. Инспектор Фаули весь день пробудет на конференции, а потому можно позволить себе не спеша заняться увлекательной работой с документами. На солнце видно, как в воздухе пляшет пыль. Куин шуршит газетой, в офисе пахнет кофе. Момент спокойствия нарушает телефонный звонок. Время 9 часов 17 минут. Куин берет трубку. Департамент уголовного розыска. И тут вдруг. Вот черт. Уверен? Гислингхэм и Веретт смотрят в его сторону. Гислингхэм, в описании которого, всегда звучат слова вроде крепкий и прочный. И не только потому, что он слегка полноват. Гислингхэм, который в отличие от Куина не получил звание детектива-сержанта и вряд ли получит, учитывая возраст. Но не осуждайте его за это. Каждой команде уголовного розыска нужен свой Гислингхэм. Надежный человек. Такого хочется увидеть с другого конца веревки, брошенной утопающему. Эверетт тоже не стоит судить по одной лишь внешности. Пусть она выглядит как мисс Марпл лет в 35, упорство ей не занимать, как и знаменитому персонажу Агаты Кристи. Гислингхэм говорит, что в прошлой жизни Эв точно была собакой-ищейкой. И дверь никто не открывает. Телефонный разговор продолжается. Ладно. Нет-нет, мы займемся. Скажите офицеру, чтобы встретил нас на месте, и пусть приведут хотя бы одну женщину-полицейского. Гислингхэм уже тянется за пиджаком. Куин кладет трубку и, вставая из-за стола, съедает последний кусочек тоста. Это из диспетчерской. На Фрэмптон-Роуд кто-то нашел девушку в подвале соседнего дома. В подвале? Удивленно переспрашивает Эверетт. Случайно пробили общую стену. Там вроде живет какой-то старикан, но он не отзывается. Твою ж мать. Вот именно. У дома уже собирается толпа. Тут и строители из 31-го, которым только дай повод увильнуть от работы и не выслушивать придирки Секстона. И соседи, и несколько потрепанных жизнью гуляк с цветами на шляпах и банками пива в руках. Сюрреализм этой картине добавляет полноразмерная пластиковая корова, стоящая у обочины. Она накрыта цветастой скатертью, рога украшены нарциссами. На тротуаре танцоры в народных костюмах устроили импровизированное представление. «Что за черт?» Говорит Гислингхэм, когда Куин глушит двигатель. «Может, оштрафовать их за незаконную парковку этой штуковины?» Они выходят из машины как раз в тот момент, когда подъезжают два патрульных автомобиля. Какая-то тетка из толпы присвистывает вслед Куину, сержант оборачивается, и та едва не падает со смеху. «Один из троих полицейских в форме несет таран. Женщину тоже прислали. Это Эрика Сомер». Гислингхэм замечает, как она улыбается в ответ на смущение Куина. «А Крис ведь подозревал, что между ними что-то происходит. Так и сказал Джанет. Эти двое слишком часто сталкиваются у кофейного аппарата. На совпадение не тянет». «Хотя, чего уж тут. Эрика та еще красотка. Даже форма и туфли на плоской подошве ее не портят. Лишь бы она отбросила завышенные ожидания, потому что Куина, будь он псом, никто не назвал бы верным». «Имя старика известно?» – спрашивает Куин. «Некий Уильям Харпер, сержант», – отвечает Сомер. «Мы вызвали парамедиков на случай, если там и вправду есть девушка». «Мне, черт возьми, не привиделось». Куин видит мужчину в костюме, который и сам хотел бы купить, если бы мог себе позволить. Приталенный, шелковистый, с атласной подкладкой, подчеркивающей сиреневую рубашку в клетку, и розовый крапчатый галстук. Весь его наряд прямо кричит «Сити», а во взгляде написано «Я в бешенстве». «Слушайте, надолго все это затянется? У меня в три часа встреча с юристом, если на трассе опять пробки?» «А вы, сэр, простите...» «Марк Секстон, владелец другой половины дома». «Так это вы нас вызвали?» «Да, я. Мы с архитектором были в подвале, когда выпала часть стены. Там девушка и мне не привиделось. В отличие от собравшегося тут сброда, я вполне трезв. Спросите у Найта, он тоже все видел». «Хорошо». Куин дает офицеру с тараном сигнал к действию. «Давайте за дело». «И угомоните уже этих людей. Что за хрень? Какие-то ритуальные танцы. Прямо как из ужастика плетеный человек». Куин отходит в сторону, но его окликает Секстон. «Эй, а что мне сказать строителям? Когда им можно вернуться к работе?» Сержант игнорирует вопрос, а Гислингхэм проходя мимо хлопает хозяина дома по плечу и жизнерадостно сообщает. «Вашему шикарному ремонту, дружище, придется подождать». Сержант стучит кулаком в дверь. «Мистер Харпер, полиция долины Тамзе. Если вы дома, то откройте, пожалуйста. Иначе мы будем вынуждены выбить дверь». Молчание. «Что ж», – Куин кивает офицеру с тараном. «Вперед». Дверь старинного дома оказывается на удивление крепкой. Однако с третьего удара ее выбивают из петель. В толпе раздается пьяный крик. Любопытствующие вытягивают шею в надежде что-нибудь рассмотреть. Куин с Гислингхэмом заходят в дом, прикрывая за собой дверь. Внутри тихо. Слышны лишь звон колокольчиков, танцоры не унимаются. И жужжание мух в комнатах со спертым воздухом. Ремонт здесь не делали очень давно. Обои кое-где отклеиваются, потолок провис и весь в коричневых пятнах. По полу разбросаны газеты. Куин медленно идет по коридору. Газеты шуршат под ногами. Поскрипывают половицы. «Есть тут кто? Мистер Харпер! Это полиция!» Вдруг он слышит какой-то стон. Совсем близко. Откуда же идет звук? Метнувшись вперед, Куин распахивает дверь под лестницей. На унитазе сидит старик в одной майке. Пучки жестких черных волос прилипли к одежде головы и плечам. Трусы спущены до щиколоток. Между ног висит вялый член. Что-то бормоча старик испуганно хватается костлявыми пальцами за стульчак. На полу дерьмо, да и сам мужчина весь грязный. «Сержант Куин!» Кричит с порога Сомер. «Скорая приехала!» «Слава богу!» «Уведи их сюда скорее!» Сомер отходит в сторону, пропуская в дом двух парамедиков в зеленых комбинезонах. Один из них садится на корточки перед стариком. «Мистер Харпер, не волнуйтесь, я просто хочу осмотреть вас!» Куин идет на кухню и зовет за собой Гислингхэма. «Срочно звоним в музей Виктории и Альберта!» Присвистывает последний, когда открывается дверь. Древняя газовая плита, коричнево-оранжевый кафель 70-х годов, металлическая раковина. Стол с пластиковым покрытием, четыре разных стула. Повсюду грязная посуда, бутылки из-под пива и недоеденные консервы в банках, кишащих мухами. Все окна закрыты, обувь прилипает к линолему. За стеклянной дверью со шторой из бусин расположена оранжерея, а другая дверца, судя по всему, ведет в подвал. Она закрыта, но рядом на гвоздике висит связка ключей. Гислингхэм снимает ее и, неуклюже перебирая в руках, только с третьей попытки находит подходящий ключ. Тот поворачивается легко, хоть и ржавый. Гислингхэм открывает дверь и пропускает Куина вперед, включив свет. Они медленно спускаются вниз, над головами шипит неоновая лампа. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Даже в тусклом свете видно, что подвал пуст. Коробки, черные полиэтиленовые мешки, старый торшер, оловянная ванна со всяким хламом и никаких следов живых существ. Куин и Гислингхэм переглядываются, стук их сердец заглушает все остальные звуки. «Что это было?» Вдруг шепчет Гислингхэм. «Какой-то шорох. Крысы?» Куин машинально подергивается и смотрит под ноги. «Только они чертовы крысы!» Гислингхэм снова осматривается, глаза привыкают к полумраку. Надо было взять фонарик из машины. «Вон там!» «Что это?» Он проходит меж коробок, понимая, что подвал куда просторнее, чем кажется. «Куин, тут еще одна дверь. Поможешь?» Хотя сержанту удается сдвинуть засов, дверь все равно не поддается. «Видимо, заперто», говорит Гислингхэм. «Связка еще у тебя?» Подобрать нужный ключ в полумраке еще сложнее. Но в итоге они его находят. Куин с Гислингхэмом наваливаются плечами на дверь, и изнутри их обдает таким зловонием, от которого хочется закрыть рот рукой. На бетонном полу лежит молодая женщина. На ней джинсы с протертыми коленями и потрепанный кардиган, некогда желтый. Ее рот приоткрыт, а глаза наоборот закрыты. Кожа мертвенно-бледная. Только женщина там не одна. Рядом с ней сидит ребенок и дергает ее за волосы. Такого они не ожидали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова